Перед просмотром этого видео обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Обязательно оставьте комментарий, напишите из какого вы города и поставьте палец вверх. Приятного просмотра! Сегодня в гостях Вадим Серов, лидер движения Дорожный контроль Воронеж. Я очень рад, что Вадим сегодня зашел и присоединился, потому что вопросов на самом деле... Мне невозможно отказать. Слушай, первый раз мне это говорит мужчина. Но это вы не поймите ничего не такого. Ну, слава Богу, что невозможно отказать и в хорошем, так сказать, в деловом сотрудничестве тоже. Значит, друзья дорогие, вот у нас уже стали присоединиться еще больше. Ну, наверное, все вы, наверное, большинство из вас знает, кто такой Вадим Серов Воронеж, а россияне знают, что такое движение Дорожный контроль. Но я в двух словах буквально напомню. Напомню это по-своему, жестко, по-справедливому. Давайте скажем так, что я о них слышу вообще в принципе. Это те самые отморозки, которые не дают спокойно брать взятки кольцам и не дают нормально ездить по дороге пьяному быдлу за рулем. Вот так вот я в принципе... Не отмороженный не сможет этим зиму, а только отмороженный. А на самом деле только отмороженный сможет этим заниматься, но в хорошем смысле этого слова. В хорошем смысле этого слова. Да, Вадим. Все отлично. Скажи, пожалуйста, вот как давно ты этим вообще занимаешься? Уже на самом деле седьмой год. Седьмой год. А с чего началось, как ты вообще решил поехать в ночной рейд или что там? Ну, на самом деле ночных рейдов, на тот момент, когда я решил заниматься, здесь не было, было направление по сотрудникам полиции, по взаимодействию, по общению с ними. Взаимодействие с кем? С сотрудниками полиции. Ну, взаимодействие назвало общение с ними. Ага. То есть мы знакомились. И в процессе первого года общения у нас родилось новое направление проявления пьяных водителей. Потому что я посмотрел, на самом деле, сколько их много пьяных сотрудников, проявлял пьяных водителей. Ну, тут, конечно, вообще никаких воротов не было. И в процессе, когда мы уже начали вторым направлением заниматься, поняли, что еще много сотрудников. И мы решили в эту тему вцепиться. Заместись в городе Воронеж никому не позволили ездить яд. Особенно, если это люди, которые думают, что им все дозволено. Я неоднократно об этом говорил. И был на приеме у командира батальона в Воронежской гаечнике. И каждому из тех колумболовьев мы всегда говорили, что мы вам никогда это не позволили делать. Если это случится, ну, впоследствии все это так. Тем более, за Бактором и за правильным состоянием. И тут вводим уже уголовную ответственность. Вы же там ловили, в принципе, по роликам. Мы видели очень много роликов. Сейчас на Ютубе сегодня какой-то там 23-й миш. Посмотрим или как? Ну, 28-й или 23-й в Ютубе я на тренду отошел. Ну, это вот как раз, так скажем, анонс, назовем так. То есть ситуация, которая произошла 12-го января. Человек думал, наверное, что им все дозволено. Там было два автомобиля по 8. В общем, оба водителя имели признаки опьянения. Один автомобиль оформили, второй слинял. Слинял, как потом вызвалось, мы установили его личность. К сожалению, сотрудники полиции у нас не могут этого делать. А почему они не могли установить личность? Ну, вот неизвестно им лицо. Дело в том, что у автомобиля не имеется класс номеров. И определить, кому принадлежит он, кто им управляет. Тем более у них нет никакой видеозаписи. Сотрудники, конечно, не запомнили улицу. А, ну бывает, да. Но дело в том, что выяснилось, что данный водитель имеет отношение с посредством ГИБДД. Раньше он служил, был командиром сбором центрального района. То есть, где мы сейчас находимся, в центральном районе, он раньше эту территорию обеспечил здесь, так скажем, безопасность на дороге. Так вот, он два года назад уволился. И, я так понимаю, и раньше позволял себе лишнего, и сейчас. Мы не можем, конечно, утверждать, что он в состоянии опьянения. Это предположение. Так как имелись признаки опьянения. Но не просто так он оттуда уехал. За ним была организована погоня. К сожалению, его не догнали. Но, тем не менее, его товарищ на такую же аудиторию заходил. И он... А не два бывшие гаишники, что ли? Ну, только один бывший гаишник. А тот молодой ребенок. На двух к восьмых. Это крутые, как в сердце. Он в работе гаистов заработал, да? Я не знаю, где он заработал. Но, я думаю, наверное, легальным способом. Но, на самом деле, это его дело, как он заработал. Хорошие автомобили. Дай бог, пусть зарабатывают на других хороших автомобилях. Самое главное, чтобы эти люди не ездили в пьяной рулем. Да, да. Это самое главное. Пьяный за рулем преступник. Это и ты истину. Убийца. Убийца, да. Слышали мы с советским премионом на плакатах, да? Вадим, вот сейчас опять этой темой коснулись с бывшими сотрудниками. Ведь ты и твои ребята из ДК ловили и следователя, и начальника угрозыска. У нас много... Я вспомню вот это вот. Я как директор... Я генерал армии вселенной. Генерал армии вселенной, да? Это был такой... Следователь следственного комитета. Значит, я не помню ее фамилию. Это было года четыре или пять назад. Он прогремел на всю Россию. И вот этот ролик все дальше и дальше. В чем прелесть Ютуба. Ролик Ютуба смотрится постоянно. То есть, если ролик на Ютубе, он только набирает просмотры. То есть, человек становится все более и более популярным. Ну, для него это плохо. И он... Это, как сказать... Юлия звезда Ютуба, по-моему, был такой тоже. Такая песенка была, такая с пошлым содержанием. Как вы это делаете, Вадим? Каким образом вы ее выслеживаете? Ручками, ножками. Как мы это делаем? Мы организовываем все мероприятия. Несколько автомобилей от одного до двух-трех-четырех детей. В зависимости от того, сколько людей есть у вас. Проводим эти мероприятия. Появляем водителей. Бывает по дороге. Наша внимательность нам позволяет. Либо у каких-то заведений. В том числе там, где мы находимся. Можете поехать тоже где-то на водителя. То есть, вы стоите у ресторанов? Мы можем стоять и у ресторанов. Можем проезжать мимо. Может кто-то позвонить. Всячески по-разному. Разные источники. Кто-то может заранее предоставить информацию, что человек позволяет себе постоянно так ездить. Нам это крайне не нравится. Поэтому мы приедем. И вам звонят и говорят, вот эта машина с этим человеком стоит на этом месте. Приезжайте и посмотрите. Мы звонки по разным ситуациям. В разное время. В основном мы звонки в основном, где наводится. И принимаем дни мероприятия, о которых мы сообщаем в нашей группе ВКонтакте. Поэтому звонков на самом деле много. Но мы на всякой территории могут. У нас, так скажем, дорожный контроль. Это обе. И поэтому, к сожалению, мы не можем охватить и сделать столько, сколько мы хотели бы. Но я думаю, мы со временем придем к тому, что мы будем гораздо больше посвящать времени. Потому что, ну вот, при ситуации, когда сотрудник полиции по дороге сталкивается пьяный водитель, на самом деле у меня может быть один камень, сказать, что это не так. Но поверьте, за 7 лет я знаю наверняка, как происходит обычное отправление пьяного водителя. Останавливают пьяного с признаками обвинения. Если у водителя есть на месте возможность решить вопрос, то, ну, соответственно, этот вопрос решается. То он едет дальше, либо уезжает. Ну, едет себе на такси, поставляет машину, уезжает там, чудеса провожения. Ну, да ладно. В общем, она удается, если мы мероприятия проводим, на плане того, чтобы зафиксировать это. Мы зафиксируем. В нашем присутствии никто не может взять никаких денег, средств. Это исключено. Даже бывают ситуации, когда сотрудники оформляют кого-то и подъезжают поинтересоваться. Может быть, помощь гражданина действительно была очень прочая. В качестве полиции могут быть? Может быть, и в качестве полиции. Бывают просто ситуации, когда в Воронеже, к счастью, что эта ситуация редкая, когда в жадных полиции ведут себя противоправного отношения граждан. Но, тем не менее, мы останавливаемся поинтересоваться. Все в действительном порядке. Бывает, что, бывает такая карантина, что водитель с решительными опьянениями, но они еще не опадают. А прошло достаточно длительное время. И возникает вопрос, почему? Мы, соответственно, там находимся. Вопросы. Если где-то нужно помочь, мы ориентируем на то, что необходимо оформить. Ну, как бы мы очень в этом плане, так скажем, вежливо просим. Вежливы люди те самые, да? Вы вежливы, но отказать-то уже? Отказать нам не могут в этом плане. Мы на себя лично ничего не берем. Мы вопросы за то, чтобы водьяный водитель не ездил. А если он подъехал, может быть так вот. Вот вы в этом смысле не подменяете с собой ГИБДД или какие-то вопросы? Да, конечно, такая ситуация возникает. Бывает, что мы подменяем ГИБДД в случае крайне. Это когда пьяный. Вот реально видно, что он неадекватный. Нам приходится останавливаться в такой водитель. Вот когда мы останавливаем, мы осуществляем немножко другие функции. У нас не подменяем чувство гражданской ответственности. Мы можем обогнать все в рамках разумного, не без всяких эксцессов и последствий. Чтобы все это было с точки зрения последствий. Для самого человека, для нас. В рамках крайне необходимо? Это крайне необходимо. Все верно. Это постоянно чувство справедливости. Она медвежит. Но вот когда вот такие пьяные, вкусные водители, то их обязательно нужно останавливаться. Дело в том, что еще бывает критическая ситуация. Мы сейчас сталкиваемся. У нас транспортные средства в нашем мире не позволяют или останавливаются. Нам жалко свои транспортные средства. Ну конечно. Мы думаем о приобретении транспортных средств. То есть специальные какие-то рамные машины будут? Нет. Мы же нормальные, здоровые люди, с головой. Если ситуация возникает, что человека можно не пустить поехать. Заблокировать машину. Если мы заберем ключи у человека, и он не поедет, он не услышит административное правонарушение, мы фактически сами преступим закон, так как мы ограничим его пользование его имуществом. Ведь не доказано будет, что он управляет транспортным средством. Не доказано. Если он не поедет, то не совершит. Да. Соответственно, мы уже совершим преступление. В отношении нас может быть заявление. Поэтому, чтобы его оформить, нужно его остановить. То есть он должен двигаться. Поэтому, когда в ситуации говорят, о чем мы не дали, о чем мы дали поехать, можно поехать человеком. Это то, что тут у нас нет возможности по-иному поступить. Потому что он, если мы начнем со ключи забирать, он напишет нас за заявление. Мы фактически... В крайней случае мы забирали, да. Мы ограничиваем его правил пользования своему имуществу. Поэтому такая ситуация. Когда у нас будет транспортным средством, которые позволяют, скажем так, чтобы только спортили нам, вплоть до того, чтобы даже захотят поджечь, просто поджигаем. Значит, мы сможем сейчас какое-то время проехать, метр-два-три, в месте, где возможно его, может, тупиковая какая-то зона, ну, просто препятствия будет, автомобиля транспортного средства, он не сможет. Закончен наехать на него, что не исключено, ну, здесь, как бы, уже... Он повредит свой транспортный средство, он повредит свой транспортный средство, вероятно, что меньше, что он будет повредать. Но если даже повредит, будет возможность что-то делать? Мы уже понимаем, что он двигается, мы уже понимаем, что он опасен, мы уже можем действовать. То есть, скорость будет не та, он будет идти на таран, соответственно, мы сможем принять в отношении его меры по безоружию. И купить автомобили, которые не жалко? Вот, совершенно верно. Автомобили, которые будут заразовывать деньги, это, понятно, какие-то достичные автомобили, может, какие-то старые японцы, ну, там, до 100 тысяч автомобилей. Потому что без них, мы поняли одно, что, к сожалению, невозможно осуществлять в полный мир эти действия, которые мы осуществляем. Потому что не всегда сотрудники полиции, бывает, своевременно реагируют на это все. Тут все есть вопросы, сейчас сократили, их достаточно мало. и среагировать, когда там оформляют ДТП, там, на район два экипажа, и они не могут отказаться в каком-то отдельном телефону звонить им? Нет, в дежурную часть не звонили, в дежурную общую основную, да. У нас была не так давно ситуация там интересная, но по этому поводу у нас будет сюжет, мы с командиром батальёром встречались, дежурный, фактически, мы объяснили Легьянова, ну, так сказать, мы не можем говорить, что он был Легьяной, но мы признаки объединения. и мы, к сожалению, его упустили. Потом мы выяснили, что сотрудник ДПС, мы с ним общались, потом все это было в сюжете, там такой хороший, хороший сюжет. и фактически дежурный допустила, потому что он знал номер автомобиля, он не объявил его, ни один экипаж, он доехал от Принца, доехал до Мариотт-отеля и обратно, забрал людей с Мариотт-отеля, ты знаешь, через весь центр, то есть он с одного края в центр, и обратили этот номер в дежурную часть. Мы сообщили после того, когда второй раз он позвонился на заставе, он после этого, я думаю, садился на линии, чтобы ориентировать его, чтобы экипаж исполнили. Но мы решили сделать так, как положено. Есть функции сотрудники ВДД, то есть как бы, ну как можно не задержать на протяжении такого большого промежутка там километра по времени, водителя, один из суперпажа потом, это было часов десять, где-то вечером, половина столичка, это двадцать восьмого декабря. Так вот, его за все этот промежуток ни один экипаж не остановили. Ни один. И не могли дозвониться до дежурной части за протяжение, там, нескольких часов, сорок звонков ездили. Это вот конкретно был СМИ. А как потом дежурной части так объяснило? Никак они, до них невозможно дозвониться, так им нужно объяснять. Почему нельзя было? Дело в том, что по этому году я встречался с командиром павиона, мы выясняли все обстоятельства, и генерал Владимир Жиржинин пообещал и сказал, что накажет виновных лиц, которые, понятно, мы не можем утверждать, что тот водитель был пьян, он имел признаки. Ну, всем нам все понятно. А какие признаки, как его видели? Как вообще-то научил? На самом деле, как это случилось? Мы подъехали к ресторану «Принц», и буквально вышел человек, и понимаешь, когда занимаешься уже первый год свой день после, и видишь человека, когда он трезвый, когда пьяный, нормально подшопаем, он немножко походка другая, как бы он выражение, его ЖС, вот это все. Там можно ясно понять, что признаки имеются. Ну, Виталь Владимирович сказал, порядок наведут, проблем с дежурной части больше никогда не будет, будет все четко. Но у нас мы тогда, вроде как, не было никаких проблем, всегда нормальные сотруднички в этом плане, они всегда шли с несовестным, но и всегда шли с несовестным. Поэтому, я думаю, там наведут порядок самогрежущее время. Вадим, вот я все время вот думал, когда я же с вами тоже в рейд как-то тоже ездил. Ну да, это было достаточно давно. Достаточно давно. Лет так пять назад, наверное. Где-то, наверное, только-только все это не так сильно вы гремели, но мне было очень интересно. с одной стороны, вы вроде как помогаете ДИБДД, помогаете выявлять пьяных, они же вроде повышают и статистику, если они задерживают. Правильно? Согласен. Дело в том, что мы действуем. Защиту общественного интереса. Все правильно. Молодец. Именно так мы действуем. И у нас своя позиция по отношению пьяноводительных сотрудников полиции. Мы не трогаем просто так никого. Мы не ищем, не провоцируем никого, не бегаем там. Под машину не бросаетесь. И в том числе и под машину не бросаемся. А если бросаться под машину, то он вообще должен совершить какие-то преступления. И то нужно еще подумать. Я лучше над живым больше пользу принесу, чем мертвым. По этому поводу, зачем бросаться. Вроде так вы им помогаете. С другой стороны, вы гроза гаишника. Ну, я не люблю, как бы там, знаешь, гроза не гроза. Ну, вообще, хорошо. Заноза не скажут где тогда. Как угодно. Вы там их выслеживаете, как я тоже ролики смотрю. Мы обращаем внимание на сотрудников полиции только на тех, которые позволяют себе больше, чем положение. То есть, они в отношении граждан ведут какие-то противоправные действия. Либо они оскорбляют, либо они как-то неподобающе можно общаться. Потому что сотрудник полиции это тот, кто нам должен помочь. Закон. Но у нас, к сожалению, воспринимают сотрудники полиции как какого-то негодяя. Потому что многие сотрудники полиции так себя ведут. Вот как раз мы хотим, чтобы сотрудникам полиции было отношение положительное, искореняя вот этих вот негодяев из этой системы. К сожалению, это невозможно. потому что этих негодяев большинство у меня нет мнения по этому вопросу. Потому что их большинство. И знаешь, это такая вот как бы, мне просто это нравится. Я получаю от этого удовольствие. Мне нравится, когда человек, который думает, что ему все дозволено, он раз, а ты не всесилен, чувак. Каждый мир. Вот у него такая ситуация возникла, что вот он въедет не ездит, и все вроде как бы у него всегда хорошо заканчивалось. А тут бац, все равно. И не лично. Нарисовался, понимаешь, сколько что-то не предлагает. Ну, я не заставляю никого меня там любить. Главное, чтобы я мою жена любила, хочет все останавливать. Поздравляю. Мы не так давно была свадьба у нас. Ну да. Было дело. Ну вот, поэтому мы, знаешь, мы не противники со временем Гаида. Есть в системе нормальные люди, ну, совершенно верно, у них тоже система действует. я знаю, меняется, сам прекрас понимаешь. Поэтому у нас своя позиция если она у нас с кем-то не сходится, ну, извините, у нас своё направление не будет. Какие-то угрозы, конечно, поступают. Естественно. Без этого никуда. Систематически. Более того, я думаю, вы обязательно знаете, и мы узнаем о последствиях данных недавнего проекта. Потому что люди тоже непростые. Но мы, как сказали, дело в том, что все мы сделаны из мяса, у всех у нас есть имущество. То есть, когда человек что-то совершает отношение другого, противоправное, должен всегда думать, что он абсолютно такой же человек, как я, например, как мои ребята. Поэтому прежде, чем что-то сделать, нужно хорошо подумать. Это не угроза. Подумай, ты ладно. Это какая угроза? Тебе угрозали. Это я обычно. Сколько ситуаций было, на нас нападали. Нападали, да. Руку там, говорят, сломал. Ну да. У нас для технику назад. Модаль уже сих пор рука не разгибается, не разгибается. Но это мне не мешает. Ну ничего. А ты же занимаешься единоборствами еще? Ну, я вот сейчас, к сожалению, по здоровью сейчас в последние годы не занимаюсь тайским боксом. Но я вернусь обязательно и буду продолжать заниматься. У нас два года назад было крайний раз нападение. Да. Ну, у нас там так все хорошо закончилось в плане того, что ребята получили свое. Это один из всех, кого мы раньше ловили кьянами. Они решили отомстить. Ну, так получилось, что... Ну, нехорошо для них все получилось. Они выследили? Я не знаю, как так получилось. Может, для кого сейчас еще не обстоятельств, но для кого для них получилось. Вот. Оно закончилось не совсем хорошо для них, так скажем. Пострадали немножко. Поэтому... А ребята такие непростые. Они заявления в полиции не пишут. Ну, и нам зачем писать заявление. Тем более, все, как вроде, разрешилось. Все наказаны. Все зло будет. К сожалению, система нас так наказать не может. В большинстве своем она никак не наказывает. Потому что сотрудника нужно заставить еще, чтобы привлекли уголовное ответственность за конкретное преступление. Потому что полиция должна заставить это сделать. Своих не хотят? Ну, там свои, не свои. Вообще, в принципе, система так утройная работает. К сожалению, пока не пнешь, ничего не будет. И ты вот пинаешь, да, все. Ну, а когда ты их пинаешь, ты же действительно раздражаешь. Наверное, и начальство раздражает. Ну, мы же... И там люди, они же все адекватно понимают. Дело в том, что, если бы я занимался на герондо, ну, какой-то, не знаю, там, на капот прыгал. Ну, на капот прыгал, да, 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 да. Хороший пример, да. Мы знаем, да. На капот, если прыгаешь, не знаешь, ну, что ты этим добиваешься? Да ничего хорошего. Только ненависть людей вообще круга не нашла. Для кого ты это все делаешь? Ну, вот там сидят люди, допустим, там, вы считаете, руководство, и не равны для меня. Все женщины, как раз, понимают, мы же не рукой тратаем. Мы действительно вижу результаты. Мы действительно ловим этих родителей, этих негодяев. И на что надо нас обижаться? Мы же не заливали в водку этому человеку алкоголь, и не посадили в завод. Обижаться я тебе скажу, на что человек много, ну, может быть, лет, может быть, месяцев, недель, да, где это нормально, как бы, для него, ему кажется, ездил там, пьяненький, мью свои дружбаны, гаишники, они останавливают, все нормально. А тут появляетесь вы, и хопа, человек увольняется с работы. Увольняют человека с работы. Я сейчас буду усугублять, понимаешь? А остаются без куска хлеба его семья. Виноват-то кто в этом? Я-то понимаю, что виноват он сам и здесь. И он это понимает. Кто-то не понимает. Дело в том, что руководство, там и все остальное, люди, так скажем, у нас власть имущие, все прекрасно понимают, что ерундой мы не занимаемся. В отношении нас не нужно предпринимать никаких действий по усмерению еще. Наоборот, нужно помогать. Но вот на протяжении всего времени, значит, пока мы существуем, от государства от нашего, мы нечетом, оцените наши труды, было бы приятно, если бы... Неужели мой Бог мало хорошее делал? Вам грамот не будут дать хотя бы? Вот даже на мой взгляд. Нам вообще бы, в принципе, оценили бы наш труд. Но для нас, это как бы, самая важная оценка этого общества, для людей, которые у нас в комментариях пишут. Это очень важно. Понимаешь, мне, допустим, было бы приятно, если бы сказали, Вадим Юрьевич, вот ваша команда, значит, вы молодцы такие, мы его выражаем. Моим ребятам было бы это приятно, потому что государство пооценило. Сказалось такое ощущение, что никому это нафиг не нужно. Все делается формально. Какие-то есть дружинки, не знаю, не дружинки, в, значит, у нас в главке, какое-то сотрудничество. Это же все формальность. Это все для того, чтобы есть какие-то, спускают указы там сверху, с Москвы, чтобы какие-то речи организовывали. Они это делают на бумаге. Фактически это ничего не происходит. А вы тратите свое время, деньги, рискуете здоровьем, да, переживаете. Машины сжигали? Да. У нас ни одну машину сожгли. И по, значит, информации, как раз вот связанной с пушками, значит, мне кажется, мы можем ожидать новых поджогов. Но мы сразу предупредили, что не нужно это делать. Мы никому не выражаем. Скажи вот честно, есть какие-то там особые друзья, которые сокращают время поиска поджигателей, например? для них. А, подожди, ты имеешь в виду, если кто-то нам поджег автомобиль, чтобы найти такой шок, дело в том, что проблема в том, что такие преступления не раскрываются. Я знаю. И найти такого человека, даже если ты найдешь поджигателя, заказчика ты не найдешь. А что ты с этого поджигателя возьмешь? Ну посадят его в тюрьму, с него нечего взять. Ну и толку такого удовлетворения. Довлетворение будет тогда, когда накажут закажек. Ну, к сожалению, это невозможно. Но если это когда-нибудь станет явным, мы, конечно, совершим возмездие в рамках правового поля. В рамках правового поля. Ну да, беду на плод, но сильно. Это самое главное. В любом случае, все это возвращает. Все эти гадости, все это возвращает. И люди, там один человек писал одно время назад, несколько лет, и в СМИ было информация о том, что там не угрожает. И дочь, я написал, но это, знаешь, я так скажу, это вывести из эмоционального равновесия смс-сообщения на протяжении долгого времени. Мне очень сложно вывести из эмоционального вообще из моего постоянного нормального равновесия, поэтому... Я видел, вон, один из последних роликов, когда там сидит, какой-то пьяный, который врезался в газель, по-моему, там. Он пьяный в дуперину сидит, да, и он, что ты тут снимаешь? А ты-то знаешь так, расскажите, расскажите всем, чтобы не ездили пьяными. Вот, вот, что это... Нет, вывести в этом плане крайне сложно. все, что идет в отношении меня какое-то давление, то, с моей стороны, только сопротивление. То есть, в этом плане, я человек такой, я понимаю последствия, которые могут быть, всем предоставим, что может быть. Но я человек такой, который никогда не даст задние. Поэтому, вопреки всему, все мы люди, и все мы можем им испытывать страх. И это нормально. Если ты не испытываешь страх, то ты не нормальный человек. Поэтому, все мы испытываем страх. Просто, он у кого-то на первом месте, а у кого-то на втором месте. У меня на втором месте. Поэтому, я никогда в жизни, если не позволю, отступиться назад. Что бы ни случилось, как бы, потому что, по-другому, я не могу груститься. У меня обо всем так. Здесь еще и рациональное зерно. Я тоже, как-то в свое время, у меня был такой период жизни, когда мне приходилось, уже об этом задумываться. Здесь есть такое, надо все время играть по повышению ставок. То есть, если ты дашь заднюю, если ты затихнешь, где-нибудь, то тебя уж тогда будут вредить там, в открытую, ничего не боясь. Резонанс тоже не будет. что подействовало, и делать ничего не будут. Такое тоже может быть. Потому что, посчитаю, что это слабый человек. Но, на самом деле, сложно меня конкретно остановить. Меня проще убить. Ну, кстати, да. Хотели же, да, по-моему? Да. Сжали убийствами. Много что хотели. Много что хотели. Ну, что взять с дурачков, конечно. Единственное, что, я в момент, когда вы в погоню бросаетесь за пьяным этим самым, честно скажу, превышаетесь свой, что ли? Ну, я конкретно в этих ситуациях, о которых ты говоришь, не был за рулем. Поэтому, я не знаю, какой там был как оцепленный спидометр. Вот. Согласен. Мне очень сложно с ориентироваться. Действительно, здесь же и как, это самое. Это все правильно. Все же не знаю. Но, если вы прекрасно понимаете, невозможно по-другому никак. К сожалению. На этих погонях, прошу прощения, невозможно. Вот. Если бы была ситуация, когда сотрудник, полиция, свое время действует, ничего вообще не было бы. Было бы, все просто остановили, оформили, слава богу. С Невского, пив-бар литр, как вы гнали его, поедали, смотрю по дворам. Ну, тоже, если бы они сразу, хоп, до свидания. Он тоже, какой бывший, по-моему, бывший. Бывший, бывший. Вот куда ни плюнь, видишь? Более того, ты юрист, поэтому, наверное, тоже знаешь. Если ты сейчас, на камеру скажешь, да, мы превышали скорость, совершали там, какие-то действия, это не будет считаться показательством твоей вины? Дело в том, я тебе больше того скажу. Даже если я скажу сейчас, что, я, допустим, проехал как раз сигнал «Светофор», уже сроки давности прошли. Ну, да. Ну, здесь мы, еще раз, дорогие друзья, здесь есть, я все время тоже наизусть учил, и необходима оборона, и крайнюю необходимость, и все эти там, 37, 38, 39, там, уголовный кодекс, там, все это. Здесь есть такой, такой маленький нюанс. Здесь иногда приходится совершать какие-то, отступать от закона, умеренно, для предотвращения вреда большего, чем тобой нанесенный. То есть, общественные опасности, профессионал трезвый, который, по пустой дороге, как мы видели, да, там, едет, неизвестно с какой-то скорость, да, он, явно стоит меньше опасный, чем пены от мороза, которые от вас там уходят. Те же самые гаишники, но они, правда, с отключенными, проблесковыми маячками, спецсигналами, они тоже превышают скорость. И, слава Богу, все у них хорошо. Единственное, что вот осталось. Вадим, скажи, пожалуйста, сколько вы, ну, на скидку так поймали за всю историю пьяных водителей? Честно сказать, ну, их очень много. Я даже не могу сказать, как бы, 100, 200, 500. Ну, я думаю, явно, что больше 200. Больше 200, да? Я, честно говоря, может, это и 500. Я даже не знаю, если просто посчитать. Я не знаю, как их даже посчитать. А знаешь, потому что сколько ситуаций было, когда мы без камер были, просто вот, неожиданно все было. То есть, какой-то днем происходило. Там много ситуаций. Да. Я вчера вот услышал, от одного врача, руководителя отделения переливания крови в областной больнице. Она говорит, каждая сдача крови, это, ну, может, она утрирует, но он врач, она понимает, это три спасенные жизни потенциально. И я считаю, что каждый пойманный пьяный водитель, это потенциально спасенная жизнь. Либо он кого-нибудь не сбил, благодаря вам, либо он сам живых остался, потому что он завтра протрезвеет, там поймет, е-е-е-е-е-е, а мог бы навертеть дело. Я согласен, потенциальная аудиция, он мог навертеть страшный дел, но у нас, к сожалению, не ценит. Увы, я могу это подтвердить, государство, к сожалению, ценит только то, что считает нужным для себя, для власти, а не для нас. чтобы ее удерживать и расширять. В законных рамках, давай скажем, мы же так не обменяем ничего. Все, дорогие друзья, спасибо, спасибо, что пришел, Вадим. Я желаю ДКшникам всем удачи, силы, а Женька Особинова, он еще со мной в одном доме, на Тойоте Сайн. Вот, мы в городской доме тоже видели. Вот, ребят, спасибо вам большое, удачи и всего доброго. До свидания. Если вы поддерживаете наше движение, ставьте пальцы вверх, комментируйте, не забывайте подписываться на наш канал и ждите новых выпусков. Всем пока.